Дюссельдорф это один из самых богатых и красивых городов Германии. Он входит в пятерку крупнейших промышленных, транспортных и культурных центров страны. Ну а аэропорт Дюссельдорфа входит в число важнейших авиахабов Европы. Сюда прилетают самолеты со всего мира. Дюссельдорф также известен тем, что здесь ежегодно проводятся до полусотни международных выставок. Расположился Дюссельдорф на западе Германии. Этот немецкий город является административным центром федеральной земли Северной Рейн-Вестфалия. Дюссельдорф состоит из 10 округов, которые в свою очередь делятся на 50 районов. Статус города Дюссельдорф получил в 1288 году, хотя первые упоминания о нем встречаются еще в 12 веке. Проживает в этом городе около 650 тысяч человек. Если вы хотите классно погулять, вкусно поесть и попить обалденного пива, то Дюссельдорф будет отличной локацией для такого времяпровождения. Нужно отметить, что столица Рейн-Вестфалии является родиной старинного пива верхнего брожения Альдбир, что означает старое пиво. Дюссельдорф не может похвастаться большим количеством исторических зданий, так как сильно пострадал от бомбардировок во времена Второй мировой войны. Зато в Дюссельдорфе есть значительное количество зданий современной архитектуры. Лучше всего сюда приезжать в период с середины весны и до начала осени. В Дюссельдорфе, как и практически в любом другом городе Германии, прекрасно работает общественный транспорт. По городу ездит электричка, метро, трамваи и автобусы. В этом очаровательном городе есть много разных развлечений, вкусной еды, обалденного пива и, конечно же, здесь есть большое количество достопримечательностей. С главными из них я вас сейчас познакомлю. Итак, 10 место. Музей Гёте. Как вы уже поняли, мои догадливые, этот музей посвящен жизни и творчеству немецкого философа, поэта, зоолога и ботаника Иоганна Вольфганга фон Гёте. Гёте творил в разных жанрах. Он оказал огромнейшее влияние на немецкую литературу, а его произведение Фауст считается шедевром мировой литературы. Между прочим, Гёте работал над Фаустом целых 60 лет. Теперь представьте, насколько ценен этот труд. Музей разместился в когда-то охотничьем дворце 18 века Эгерхофе. В своё время в этом дворце даже останавливался Наполеон со своей женой. Музей появился здесь в 1987 году благодаря стараниям частного коллекционера Киппенберга, который испытывал особую любовь к творчеству философа и поэта. Киппенберг передал сюда рукописи, картины и другие личные вещи немецкого мыслителя. Сейчас туристы могут здесь познакомиться с вещами этого великого немца. Девятое место. Памятник с вот этим страшным названием, который мне проблематично прочитать. Этот памятник посвящен предоставлению Дюссельдорфу статуса города. Находится эта композиция на углу улиц Йозеф-Виммер-Гасса и Мюллер-Шлёссер-Гасса в центре города. Скульптура была сделана Бертом Геррисхаймом в 1988 году, как раз к 700-летнему юбилею. Памятник включает несколько важных для города исторических событий, таких как битва при Варингене, закрепление документа о праве города и основание в городе аббатства. Лично меня этот памятник впечатлил деталями. Очень необычное творение, поэтому обязательно подойдите и рассмотрите его, когда будете гулять по центру. Восьмое место. Базилика Святого Ламберта. Это главный католический храм Дюссельдорфа. Между прочим, этот храм считается самым древним сооружением города. Основали собор в конце 14-го столетия. Ну, как обычно бывает с такими старыми зданиями, этот храм в течение столетий перестраивали и достраивали. Церковь построена в романском стиле. Если хорошо присмотреться, то можно увидеть, как шпиль немного кривоватый. Особенно этот факт удивляет тем, что храм находится в самой Германии. Внутри храма содержатся святые мощи и произведения искусства времен Средневековья. Эту церковь будет тяжело не заметить туристам, ведь находится она в центре города, на улице Штифтсплац. Седьмое место. Парк Хофгартен. Главный парк Дюссельдорфа начали создавать еще в 16-м веке. Общая площадь парка составляет около 28 гектаров. Хофгартен считается первым общественным парком в истории Германии и одним из самых старых европейских парков. Изначально этот зеленый оазис в центре Дюссельдорфа предназначался для прогулок королевских особ. Но потом, благодаря стараниям герцога Карла IV Теодора, в конце 18 века эту зеленую территорию удалось сделать общедоступной. Особый вклад в ландшафт парка сделал архитектор Максимилиан Фридрих Вейхе, который творил здесь в начале 19 века. Парк очень красивый и ухоженный. Сейчас здесь можно заниматься спортом, гулять с детьми, ну и как в обычном парке, гулять и кайфовать. В парке кроме людей можно встретить белочек, кроликов, лебедей и уточек. Здесь есть много деревьев, кустов, разных скульптур, фонтанов и лавочек. Также здесь есть искусственное озеро Кальзертайх. Короче, место прикольное, так что обязательно зайдите сюда, когда будете рядом. Шестое место. Королевская аллея. Эта аллея действительно выглядит по-королевски. Это одна из самых классных, красивых и богатых улиц Дюссельдорфа. Недвижимость в этом районе стоит просто космических денег. И в принципе понятно почему. Посмотрите, какая прелесть. Тянется аллея от сада Хофгартен и до площади графа Дольф Платц. Появилась Королевская аллея в начале 19 века. На месте снесенных оборонительных сооружений. Когда-то этот канал выполнял вполне себе практическую функцию городского рва. Местную Королевскую аллею кратко называют Кё. Аллея, конечно, великолепная. Недалеко находятся шикарные кафешки, где можно присесть и попить кофе, наблюдая за этой красотой. А также рядом есть модные магазины, где местные туристы могут себе прикупить чего-то дюссельдорфского. Посреди аллеи есть канал, по бокам которого растут вековые каштаны. Главным украшением всей этой архитектурной композиции является тритоновый фонтан. Здесь просто фантастически круто отдыхать вдоль канала. Ну и планируйте обязательно остановиться здесь, чтобы понаблюдать за этими прекрасными созданиями. Мэк-мэк! Пятое место. Ратуша – это главное здание городского управления Дюссельдорфа. По сути, ратуша почти пять веков выполняет функции резиденции бургомистра. Эту готическую постройку возвели в 16 веке. Ее творил архитектор Паску Алини. В 18 веке к этому зданию приложил свои архитектурные ручонки Йоганн Йозеф Коуфуд, благодаря которому произошла перестройка здания. Таким образом, у ратуши появились элементы Ренессанса и Рококо. Ратуша представляет собой строение из красного кирпича, у которого есть красивая башня. Расположена ратуша на главной площади города Маркплац. На площади красуется монумент в честь Йоганна Вильгельма Пфальского, большого оценителя искусства, много сделавшего для Дюссельдорфа. Памятник был создан фламандским скульптором Габриэлем Группеллу в начале 18 столетия. Внутрь ратуши можно попасть только во время экскурсии с гидом. Четвертое место. Башня Рейнтурм. Эта телевизионная радиовещательная башня имеет высоту 240 метров. Это самая высокая постройка города и главный символ Дюссельдорфа. Про похожие немецкие башни я уже рассказывал в своих видео про Берлин, Тортмунд и Кюаль. Такие башни – своеобразная немецкая фишка. Башня используется для установки антенн аналогового и эфирного телевидения, а также для размещения радиопередатчиков. Построили ее в 1981 году. Рейнтурм расположен в парке на правом берегу Рейна. На высоте 166 метров расположена самая крутая смотровая площадка Дюссельдорфа. Чтобы увидеть всю эту красоту, ежегодно Дюссельдорфскую башню посещают около 300 тысяч человек. Кроме смотровой площадки, здесь также и есть ресторан. Третье место. Новая таможня. Этот архитектурный ансамбль выполнен в белом, серебристом и коричневом цветах. В начале 90-х прошлого века местным жителям показалось, что в их городе недостаточно креатива. Поэтому и объявили конкурс на лучший проект на территории бывшего таможенного двора. Новую таможню построили в стиле деконструктивизма по проекту архитектора Фрэнка Герри. Этот парень, кстати, является автором знаменитого танцующего дома в Праге. Эти три здания необычной формы построили так, что в них практически нет линий, пересекающихся под прямыми углами. Все подчеркнуто неровно и асимметрично. В самом начале далеко не все горожане оценили такую специфическую красоту. Но потом все привыкли и сейчас это еще одна местная достопримечательность. Как по мне, так очень даже прикольно и креативно. Стоимость проекта и строительства составили 60 миллионов евро. Расположена новая таможня недалеко от башни Рейнтурм. Здесь весь райончик очень крутой и современный. Рядом есть парк и причал для яхт и катеров. Сейчас здесь располагается художественный центр и центр средств массовой информации. 2 место. Рейнская набережная. Одно из самых красивых мест Дюссельдорфа – это, конечно же, прекрасная набережная. Пешеходная зона на правом берегу Рейна тянется на 2 километра. От исторической части города и до самой башни Рейнтурм. Одной из самых главных достопримечательностей набережной является площадь Буркплац и замковая башня. Променад здесь расположен с конца 19 века. Ее автором является архитектор Никлаус Фричи. Набережная является центром притяжения для местных и туристов. Здесь все гуляют, отдыхают, пьют, катаются на велосипедах и просто кайфуют от жизни в этом городе, наблюдая за Рейном и проплывающими по нему корабликами. Дома блестят на рассвете и закате, а из пабов доносится смех, немецкая традиционная музыка и запах вкуснейшего альтбира. На набережной прогуливаются не только люди, а и эти очаровательные птички. Ну и наконец первое место. Альтштадт. Это исторический, культурный и политический центр Дюссельдорфа. Это та самая историческая часть города, за которую мы туристы в большинстве своем и любим европейские города. В Альтштадте обычно происходят все главные городские события. Здесь часто проходят ярмарки и фестивали. Здесь же большое количество дискотек, кафешек, ресторанов и баров. Кстати, в этом месте расположена самая протяженная барная стойка в мире. Но это, как вы понимаете, условное название. Просто на этом относительно небольшом участке расположено порядка 300 пабов и ресторанов. Здесь пьют и днем, и вечером, и ночью. Так сказать, здесь можно пить, не перепить. Это просто отличнейшее место для знакомства с городом, его блюдами и напитками, его культурой и архитектурой. Дюссельдорф очень красивый и прикольный город. Здесь есть много достопримечательностей, развлечений, вкусной еды и пива. Так что приезжайте сюда, вам точно понравится. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, оставляйте лайки и комментарии, а я вас буду радовать новыми интересными видео. Всем крепкого здоровья, много любви, мирного неба над головой, всех тём и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok